Павел Каратаев, Новости культуры. Клады в наши дни обнаруживаются всё реже, хотя охотников за сокровищами становится всё больше, а их экипировка всё более замысловатой. По иронии судьбы, настоящие сокровища часто находятся сами, ненароком, даются не тем, кто искал, а тем, кто, наверное, достоин. Подобная история с художественными ценностями особого рода произошла совсем недавно. Об этом был сегодня разговор в этой студии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экскаватор, с помощью которого этот пожар тушили, до комнат с фресками Василия Маслова, к счастью, не добрались. Находка также позволила установить временный мораторий на любые работы на территории здания. Итак, Константин, сейчас новый этап. Вы занимаетесь реставрацией удивительным образом найденных фресок. В каком состоянии фрески на данный момент? Ну, мы, когда туда отправились, то мы были как неотложные брикады скорой помощи. Мы приехали туда поздно вечером, было темно, мы светили фонариком, и нам сразу понятно стало, что, во-первых, это уникальный памятник, во-вторых, что он находится в очень тяжелом состоянии. Мы уехали оттуда, и мы смотрели роспись, это в двух помещениях. И за то время, что мы отсутствовали, одно из помещений было завалено строительным мусором. И в каком состоянии сейчас фрески? То есть сейчас восстановлен красочный слой на одной из фресок? Сейчас мы подготовили росписи, я хочу оговориться, что это не фреска, это масляная жилпись по шукатурке. Мы подготовили одну стену для демонтажа росписи, для фактических их спасения, потому что здания уже не существуют. Осталась только стена и вот эти вот несколько помещений. А в каком виде будут изъяты эти росписи из дома стройбюро? Росписи намокли, поэтому нам пришлось использовать тяжелый растворитель ксилол, иначе мы не смогли бы укрепить их. И вот теперь мы можем их, подрезая, отделить из стены по достаточно большими частями. Что известно о судьбе художника, вашего однофамильцевого художника Василия Маслова? Известно, что он был самоучкой, известно, что он был коммунаром, известно, что он в 1938 году был расстрелян. В чем уникальность художника? Ну, уникальность художника в том, что он на самом деле был самоучкой. Он ведь подрабатывал, он вообще был и беспризорником, и подрабатывал, просто рисуя портреты на улице. Но тяга к образованию у него была. Все-таки он немножко поучился в Баку, в Хутемасе, в Нижнем Новгороде, в Хутемасе. Потом он попал в Москву, и тут его заметили. Его не просто так заметили, его заметил Моначарский, который поддерживал по положению своему, обязан был поддерживать молодые таланты, и Горький. И вот Горький его и рекомендовал в эту болжскую общину. Еще есть, конечно, станковые ведь работы. Его они попали в музей Нижнего Новгорода. И там до сих пор хранятся? Да, до сих пор они там хранятся. У него была выставка внешняя, но в Горьине персональная. В 1937 году, незадолго до, собственно, репрессии, до расстрела. Константин, каковы ваши прогнозы относительно дальнейшей судьбы росписи? Что дальше? То помещение, в котором они находятся, оно на самом деле было в два раза больше. Вот второе помещение сейчас завалено. Вот очень важно на самом деле его разобрать руками, чтобы не повредить то, что там сохранилось. Там вторая такая же роспись, как вот та, которой мы сейчас занимаемся. И в простенках окон там тоже жилопись. Это все на самом деле уникально. У нас монументальных памятников этого времени нет. Вот это просто счастливый случай. Спасибо, Константин. Будем надеяться, что двух недель вам хватит, чтобы постараться спасти росписи вашего однофамильца Василия Маслова. Спасибо вам большое. У нас в студии был реставратор, искусствовед Константин Маслов.